друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал деревенский дневник очень многодетной мамой и канал мать героиня мои хорошие напоминаю вам о том что у меня появился новый обзорный канал который называется галинка малинка 2 обзоры ссылочку на него обязательно закреплю в комментариях но вы конечно же не забывайте переходить и подписываться ну что ж мои хорошие хотела я с вами обсудить в очередной раз а лёшку картошку и его некоторые интересные моменты но не получилось как говорится не срослось а всему виной лёлька поберуха собственной персоной да лёлька во всем виновата лёлька опять выползла на свой очередной стрим со словами ой очень ну очень говорит соскучилась хотела бы говорит отдохнуть но мол труба труба зовет конечно друзья мои лёлька ну не так сказала не труба зовет да не надо сидеть с вас денежки собирать нет лёлька стала ссылаться на то что она вышла исключительно ради друзья мои общение со своими бегемота подобными хомяками почему так сегодня но я думаю все прекрасно поняли в общем да почему бы и нам собственно их не называть бегемота подобные хомяки тем более там как говорится есть на кого равняться ну ну верим конечно же лёльки друзья мои что она вышла только из-за того что соскучилась по своим хомякам конечно же верим кстати лёлька такие слава богу разродилась я уже сидела слушала порядка где-то около часа весь стрим я еще не посмотрела потому что сейчас еще стрим поберухи идет ну честно я уже вот посмотрев где-то час я начала засыпать у нас сегодня знаете такая погода то метель мила да вот где-то до обеда а после обеда светила во всю солнце вы знаете мне такое сегодня состояние столько кофе выпила столько выпила чая с лимоном и у меня ни в одном глазу мне хочется постоянно спать ребят я меня лёлька чуть не ушатала своим вот этим вот стримом рассказывая одно и то же бла 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 туда-сюда короче лёлька призналась что она только что знаете с корабля на бал она говорит да я говорит в таком виде но ей задали вопрос почему вы не при параде почему вы значит не уложили свой причесон на голове она говорит я только что с поезда я говорит ездила к сергию радонежскому уж говорит больно сильно я его люблю ну я сегодня уже на эту тему говорила по поводу нашей в кавычках глубоко верующей поберухи да вот все 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 с ней давным-давно понятно собственно как и с их большим вот этим вот семейством ну да а что касается вы знаете то что лёлька сегодня была не при параде так она вообще крайне редкий случай когда при параде согласитесь она очень редко когда выходит на стрим приведя себя в порядок либо это бывает раз в месяц когда она посещает салон красоты либо тогда когда женька ей на башке что-то там такое соорудит так скажем наведет некий марафет ну а так обычно лёлька выходит в каком-то непонятном расхлябанном состоянии считает это нормой хотя всегда кричит что я же на работе короче ребят прошло ровно пять дней после ее последнего стрима но мы с вами все прекрасно помним да что тогда как раз таки она уже вовсю начала собирать донат на кухню причем она выставила на строке донатов миллион рублей на новую кухню ну а сейчас вот этот вот свой новый стрим на котором лёлька еще пока сидит да она начала с тех слов что говорит не знаю вот грит по идее донат миллион на кухню я выставила она говорит но у меня нет никакой гарантии что я до лета успею собрать вот этот вот миллион плюс говорит мне же конечно больше всего сейчас первостепенно это платные роды вот грит надо сначала набрать на платные роды а потом уж типа все остальное короче друзья мои что хочется сразу отметить да штормит лёльку лёлька не знает где бы побольше урвать сорвать куш со своих вот этих вот ведроголовых хомяков но опять же да мы же с вами прекрасно помним что касается платных родов что она говорила она говорила подписывайтесь ко мне на бусти ссылалась на то что деньги которые она будет получать а бусти это платная платформа да туда приходят люди и оплачивают это платная платформа так вот она говорила что приходите деньги которые будут идти от вас мне на бусти да я не буду просто так куда-то спускать прогуливать нет говорила лёлька вот эти денежки пойдут как раз таки на платные роды я не знаю сколько у неё там на бусти друзья мои я туда к ней не захожу да да я вообще никому не захожу на бусти по крайней мере пока вот но опять же да опять же лёлька видимо забыла о чем говорила да забыла что там как раз таки у неё тоже идут какие-то денежки на платные роды в общем сама забыла сама запуталась уже столько разных версий придумала и говорит говорит ну да наверное скорее всего миллиона на кухню на хорошую полноценную кухню с молочным цехом мне говорит не хватит ребят что и требовалось доказать как только лёлька вышла с тем что поменяла помните строку донатов да поменяла на кухню на миллион я тогда по горячим следам сразу же сказала выдвинула одну из версий что конечно же лёльки да очень выгодны такие большие крупномасштабные проекты потому что ну конечно же поставила ты миллион да сколько ты еще себе в карман соберешь и своей вот этой компании которая тебя поддерживает везде и во всем неизвестно это раз во вторых я сразу сказала что где гарантия что лёлька не скажет что вот надо бы больше все подорожало о чем лёлька и сказала сегодня на стриме что да да возможно миллионы на кухне не хватит с молочным цехом поэтому придется больше в общем как то все друзья мои покрыта мраком все как обычно но что она сказала она говорит если мы все таки да не соберем на молочный полноценный цех то говорит будет новая кухня и даже лёлька предполагает что можно купить кухню не обязательно за миллион можно ей поставить кухню и за 200 тысяч ну говорит будет это такое эдакое временное пристанище знаете но многие ей в прошлый раз и на предпоследнем стриме писали о том что у нас кухня за 100 тысяч да кто-то писал кухня за 200 тысяч кто-то писал кухне там за 300 тысяч да но опять же понятное дело люди как говорится на своих ровно заработанные да вот сколько у них есть какая возможность на 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 да на что денег хватило на то люди как говорится живут по средствам поберуха жить так не умеет по средствам поэтому и конечно же всегда надо больше знаете меня смутил вот какой момент когда она сказала что нет молочный цех обязательно когда нибудь будет но говорит если сейчас мы не наберем доплатных родов то это будет уже позднее да позднее потом дальше она говорит но сейчас хотя бы если что мы можем набрать просто на новую кухню нам вот на эту кухню которая находится в доме так говорит 1200 же мы сможем набрать ну или сколько-то там и это говорит будет такое временное пристанище то есть я так понимаю что временно будут постоянно менять да то ли кухню то ли денег будут суммы менять короче там в общем дело ясное что дело темно ничего не понятно понятно только то что собрались конкретно в очередной раз разводить уже полномасштабно своих вот этих вот бегемота подобных хомяков ну что ж друзья мои а в чате в чате ей дают советы до меня и говорит прибежала шпигель ну думаю многие и знают и написывает олечка меняй полоску донатов с миллиона аж на 2 миллиона рублей будет у тебя и кухня и будет молочный цех ну вот такие смешные да поберуха им говорит одно они вообще такое впечатление что поберуху абсолютно не слушает поберуха же сказала русским языком можно и миллион набирать только она не уверена в способностях и возможностях своего электората сколько они будут набирать этот миллион ей то надо быстрее быстрее чтобы до лета этот миллион был собран да ну а мы с вами прекрасно понимаем завтра уже что завтра у нас уже первый день весны ребят я в шоке зима просто все да как корова языком слезала это какой-то кошмар так вот впереди да папа по сути что там я же заикаться начала март апрель май три месяца и все как говорится уже и лето а ей то надо до лета собрать а шпигель ей предлагает давай говорит выставляет два миллиона ну понятное дело это ее зазывал и без них конечно же никак а прибежала тут же еще одна значит следом за шпигель в чате на стриме пишет вторая вот это вот ебубой из сказки морозка васильева и тоже предлагает говорит да олечка давай говорит ставь два миллиона на кухню чтобы хейтери уже захлебнулись от злости знаете ребят меня так всегда смешит вот эти вот смешат вот эти вот потуги да вот эти какие-то непонятные зазывалы которые почему-то ну понятное дело что мы прекрасно понимаем что это действительно зазывалы которые как раз таки там и посажены для того чтобы разгонять вот эту чудо толпу вот этих непонятных чудиков да но мне смешно всегда когда я слышу о какой-то там зависти о том что мы должны злобой захлебнуться из-за того что лёльки вдумайтесь будут эти полудурочные ведроголовые хомяки собирать деньги на что бы то ни было нам дела до этого нет вот лично я скажу за себя да мне дела нет до того на что они там ей собирают как и многим моим зрителям мы пришли посмотрели обсудили и дальше пошли заниматься своими делами собираем ты не мы дураки да в итоге ведроголовые хомяки которые из последних сил да там вот последние свои достают сто сто пятьдесят двести рублей и собирают наглой поберухи наглой морде на вот эти вот ее а вечные хотелки мы это мы как раз таки можем захлебнуться только от смеха да в данной ситуации просто вот просто можем смеяться смеяться и смеяться над этой человеческой глупости вот неужели не видят люди когда их тупо разводят вот причем тупо их разводят да это видно понятно всем кроме них самих ну вот когда васильева написала о том что олечка да давай выставляй 2 миллиона рублей хочется сказать таким как васильева васильева но раз ты идешь с такими лозунгами да раз ты тут пытаешься как говорится всех поднять на баррикады так вперед из песни покажи собственный пример раз ты такая богачка и крутая что для тебя два миллиона это как говорится вообще расплюнуть так бери продай свою машину да или возьми кредит и кинь ей денег кинь ей миллион или два миллиона я не знаю пусть у нее будет кухня хоть за десять миллионов но если вы дураки то как говорится да дуракам закон не писан как известно вот а если писан но ничего тогда не читан поэтому это ваши проблемы хоть за десять миллионов отлично мне нет никакого дела потому что потому что мне нет дела вообще что у нее там и за сколько и кто ей там донатит вот абсолютно нет да когда ты живешь на свои когда ты привык рассчитывать на себя и на свою семью тебе дела нет ни до кого ты не смотришь ты не завидуешь ты можешь посмотреть и сказать да круто я тоже хочу к этому стремиться вот единственное что ну короче вот так вот в общем друзья мои лёлька озвучила что сейчас кухня в доме она в приоритете да она говорит возможно это будет временное пристанище говорит кухонька за 200 тысяч мне интересно а потом что сделают с этой кухней за 200 тысяч и и куда-то выкинут или и куда-то продадут или где-то выставят да непонятно где а потом будут уже требовать кухню за миллион так что или кухню за 2 миллиона короче да непонятно что там происходит далее про шурика ребят я так смеялась лёльке задали вопрос появляется ли шурик спрашивает ли он интересуется ли он а значит состоянием лёльки и его будущего их совместного вот этого ребятенка на что лёлька сказала что шурик вялый ребят да она говорит вяло говорит вяло он интересуется моим здоровьем и здоровьем будущего ребенка и тут же говорит я все равно его благодарю за ребенка лёлька а чё ж ты тогда женьку б не благодаришь за семерых ваших совместных детей а борюсика чего ты тоже не благодаришь за первую тройку игроков чем хуже они чем они хуже шурика да вот смотрите шурик ушел по словам лёльки шурика и бросил бросил беременную только вдумайтесь да по ее же словам ведь женька бы не сам ушел она его выгнала а здесь шурик самую бросил да так чем же в таком случае шурик лучше того же жейки б и лучше того же борюсика почему их не благодарят за огромное количество детей а вот шурика благодарят видимо скоро и медаль ему выдадут да и грамоту ему напишут и в общем да еще может быть много чего подарят не знаю ребят куда она там ездила понятия не имею завтра буду смотреть уже продолжение и от этого стрима потому что она сейчас еще сидит на стриме а ездила она на поезде как она сказала ну по мне если она ездила на поезде возможно по той простой причине потому что она ездила куда-то скорее всего отдыхать и машина ей была не нужна в общем не знаю что там происходит ребят гадать можно да разные варианты событий все может быть опять же не знаю не знаю что сказать по этому поводу но что касается ее сборов на кухню опять же все вот все вообще не прозрачно вот все настолько запутанно да что сама лёлька а вроде как находится в какой-то прострации не знает на что ей сейчас лучше собрать на чтобы такое собрать чтобы больше давали да вроде когда ты говоришь что ты будешь собирать на ребенка но понимаете так даже откликаться должны больше ребенок дети это же святое правильно лёличка говорит я считаю что сейчас идя за одиннадцатым ребенком я имею полное право рожать платно лёлька ты имеешь полное право рожать платно хоть каждый божий раз если у тебя есть те самые деньги на которые ты будешь рожать платно да то получается как то очень интересно мамка себя кулаком в грудь бьет рассказывает о том какая она великая фермерша какая она значит известная блогерша как она круто зарабатывает да и папик у ребенка есть вернее папа есть у ребенка папик да как у нее был борисик так вот в общем все есть родители есть а на платные роды почему-то собираем с ведроголовых хомяков но согласитесь как то странно поэтому конечно лёлька прекрасно понимает что прикрываться детьми и всегда вот я на ребеночка я собираю на ребеночка так конечно же больше соберешь но опять же опять же да опять же естественно она может сказать ну как ну вот кухня все равно мне очень нужна ну хотя бы кухня в доме ну хотя бы за 200 за 300 тысяч ну как вот я ребенка рожу а кухни то у меня нет кухня должна быть обязательно друзья мои вот так у меня получился обзор завтра будет продолжение этого стрима потому что он еще идет я его еще не досмотрела пишите что думаете по этому поводу оставляйте свои комментарии ребят пишите куда она там поехала как вы думаете по какой причине она рванула на поезде я конечно не верю что ее знаете вот этой вот как раз таки целью была поездка в храм да к сергию радовнишскому я в это вообще абсолютно не поверю там какие-то были конечно же другие моменты ну не знаю ребят вот такой получился обзор всех целую обнимаю всем желаю всего самого наилучшего берегите себя своих родных и близких здоровья здоровья еще раз здоровья ну и конечно же всем тем кто подписывается на канал всем кто ставит лайки всем кто пишет хорошие адекватные комментарии всем огромное спасибо всех целую всем пока